Приветствую создание зоны свободной торговли. Мы рассматриваем это как проявление регионализации. Очень часто отмечают экономическую глобализацию. Забывая о противовесе этой тенденции, этой экономической регионализации. Почему так долго шли к созданию зоны свободной торговли, я думаю, что есть к тому причины. В первую очередь за это время 5 постсоветских стран успели стать членами Всемирной торговой организации. Это во многом способствует принятию тех стандартов, которые будут использованы и в зоне свободной торговли. Во-первых, надо обращаться к мировому опыту и то обстоятельство, что всемироамериканская зона свободной торговли, нафта, уже 20 лет существует. И члены этой зоны, этого союза не в состоянии перейти к следующей форме экономической интеграции, к таможенному союзу, уже говорит о серьезных проблемах, серьезных вопросах и угрозах, которые стоят перед странами. Так что надо быть реалистами и обязательно оценить реально свои возможности. Сложная региональная обстановка в постсоветском пространстве. Надо учитывать, что помимо СНГ образовались еще несколько других региональных группировок. Черноморское экономическое сотрудничество, ГУАМ, кстати, тоже никто не говорит об этом. И все перечисленные страны европейской части постсоветского пространства стремятся, конечно, в Евросоюз. И восточное сотрудничество, которое недавно было иницировано Польшей, где участвуют 6 постсоветских стран, тоже как бы является путем, средством для присоединения к Евросоюзу. Не надо также забывать то, что то, к чему мы все стремимся, требует также единой валюты. Как идти к единой валюте? И я вспоминаю статьи президента Казахстана господина Назарбаева и в «Независимой газете», и в «Известиях» в 2009 году, где шла речь как раз о том, о создании наднациональной валюты, противовес доллару США, а это является очень важной проблемой сегодня в мировой экономике, все как бы находятся в зависимости от такой международной валюты, как доллар, но международная валюта вовсе не контролируется международными, так сказать, командными силами. Я хотел бы обратиться к тому, что все страны, которые подписали уже этот документ, также понимают, что предстоит командная игра. Командная игра, где создается реальная возможность реализовать не только свои национальные конкурентные преимущества, но и кооперативные преимущества, что Армения получит из этого. Есть, конечно, и положительные стороны, и, на мой взгляд, некоторые негативные тоже. В первую очередь, расширяется рынок для армянских предпринимателей, и узкий рынок, который сковывал их на протяжении всех этих 20 лет, расширится. И создадутся условия более благоприятные для здоровья конкуренции и вытеснение моноболий, конечно. В этом смысле тоже надо приветствовать создание свободной зоны. Также надо обратить внимание на то, что бюджетные поступления сократятся. И, видимо, поэтому те товары, которые не входят сегодня в свободную торговую зону, то есть изятия, о которых говорили, думаю, что пока обоснован такой подход. В целом, я считаю, что вполне своевременное решение, и надо рассчитывать все плюсы и минусы для того, чтобы учиться на своих, так сказать, уроках. И не допускать крупных таких ошибок. И в ошутимом, так сказать, будущем, в обозримом будущем перейти уже к другой форме экономической интеграции. Павел Павлович, вот только что коллега в Ереване упомянула о необходимости создания единой валюты. Вот как-нибудь прокомментируете, может быть? Мне кажется, это очень дальняя перспектива. Нам надо пройти столько стадий интеграционных, чтобы выйти на эту позицию единой валюты, поскольку помимо экономических существуют очень сильные и политические, и другие аспекты возникновения валюты. Мне кажется, гораздо практичнее говорить о эффективном механизме работы с национальными валютами, о чем я говорил. И здесь вот достаточно широкое поле для сотрудничества. Обсуждался вопрос и фактического выхода российского рубля на такую валюту, но здесь тоже последние события с 2008 года, в общем, тоже сильно отдалили такую перспективу. Помимо того, что и к рублю тоже существуют определенные претензии в различных странах, которые не хотели бы видеть валюту одной из стран, участниц интеграционного процесса, как валюту, оперирующую на всем пространстве.